вы должны молчать и слушать молчать и слушать что вам говорят всем привет народ сегодня у нас на обзоре вот такой вот товарчик отличный товар это блок питания для питания аккумуляторного инструмента все время мы уходили вот эти от этих ненавистных проводов теперь нас хаймер дингер заставляет обратно вернуться к проводам но в этом есть огромный плюс в том что кто-то покупает всего лишь один аккумулятор кто-то 2 кто-то 3 но если много крутить то все это дело у нас конечно же рано или поздно садится вот и потом приходится крутить руками а так мы врубаем вот эту штуку в сеть подключаем наш адаптер к инструменту и дальше друзья продолжаем работать поэтому в запасе эта штука должна быть у каждого кто пользуется аккумуляторным инструментом так комплекте у нас есть вот такая инструкция что нас у нас здесь сказано 220 вольт без переменки питания на выходе 220 вольт по стоянке 55 ампер 1 и 3 и 33 даже килограмм вес минус 10 минус 40 рабочая температура габариты и т.д. и т.п. полтора метра шнурок вот такая вот инструкция полностью на английском языке то есть никакой информации она на принципе не дает так что хочу показать приехала приехал данный блок питания в такой вот коробке то есть продавец даже не заморачивался просто обклеила данную коробочку скотчем и отправил мне на коробке что у нас написано смотрим тоже 220 20 ток 55 ампер минус 9 ну то же самое что в инструкции вот такая коробочка на этой стороне то же самое так давайте первым делом это дело взвесим хотя не знаю для чего я это делаю нам его в руках не тягать положил да и лежит себе есть у нас весы и давайте попробовать так установим это все не знаю каким образом как-то мы это все установим наверное мы отключим кабель питания так как нафига нам его взвешивать также принципе как и адаптер но пускай будет с адаптером как же вся за цепи а мы имеем кило 358 наш вес с адаптером давайте без адаптера посмотрим кило 175 ну как бы это неправильно так как кабель все равно как ни крути немножко подпружинивает видите каждый раз значение почти будут меняться другие ну приблизительно кило 200 поверим инструкции так весы в сторону давайте смотреть кабель смотрите друзья кабель очень толстый значит здесь у нас сказано сейчас где-то я находил вот три на полтора и диаметр у него ну около 10 миллиметров то есть очень толстый такой я бы сказал кабель не скажу что мощный так как полтора квадрата но для аккумулятора аккумуляторного инструмента это больше чем вот ну и на адаптере у нас тоже не менее тонкий кабель к сожалению я здесь не нашел какие здесь живы я думаю здесь должно быть всего две живы так как земли у нас нет но не знаю разберем посмотрим и вот такой вот друзья адаптер так что я хочу сделать первым делом хочу вам показать есть какая-то вентиляции есть у нас здесь установлен кулер вот такое вентиляционное отверстие здесь у нас есть индикация вольт и индикация ампер это не десятки это сразу вам перах задней стороны такая же решетка плюс гнездо питания типа оля к компьютерный кабель и так включая мы с вами его протестим значит сейчас в холостую на инструменте вот врубим этот инструмент и посмотрим ток холостого хода ну будем верить именно этому дисплей я никакими тестерами не пользоваться не буду я в этом смысла честно говоря не вижу так здесь включили и врубаем розетку вот наш блок питания завелся заревел кулер закрутился и мы здесь видим что что мы здесь видим ничего мы не видим потому что неправильно показывает значит 20 вольт и 0 ампер и так давайте первым делом проверим на фонарике что у нас тянет кстати фонарики использую с 2 амперным аккумулятором от минимойки хватает надолго ну и особо не высаживает так сказать мои рабочие мощные аккумуляторы которые я использую для гайковерта вот давайте смотреть фонарик подключается все как очень жестко сидит на фонаре очень жестко так давайте смотрим на на дисплей и включаем фонарик фонарик ему как мертвому припарка даже ампера не высасывает ладно снимаю фонарик и подключаем наш гайковерт гайковер 1300 ньютон тоже от хаммер дингер я его немножко протер чтобы не был такой разный в квадрат увидите сколько поработал и квадрату как бы ничего ну ладно микро и ковер дело так врубили и смотрим так передача у нас есть включаю видите пусковой ток у него 10 ампер был примерно потом он перешел на 9 ампер и потом скаканул на 8 ну где-то пограничное состояние между 8 и 9 давайте попробуем скорость другую такую пусковой ток 21 ампер до здесь всего лишь 5 ампер потребления давайте еще одну скорость максимальная скорость максимальная скорость и 10 ампер потребления а пусковой ток заметили 57 ампер выскакануло теперь 35 53 22 чем это связано видимо с внутренним зарядом аккумуляторов так давайте я отключу понажимаем кнопочку видите какой заряд держится еще фонарик горит все разрядили и сейчас первый пуск посмотрим пусковой ток куда скаканет а никуда не скаканул 15 ампер такое чувство что амперметр живет своей жизнью так друзья выключу я это все делай с розетки мощный конденсатор долго работают холостую так значит выключил я из розетки потом посмотрим это мы посмотрели холостой ход пойдем потом наверное этим гайковертом я посмотрю или этим или меньшим покрутим шрузную гайку посмотрим что покажет под нагрузкой какой ток так и сейчас прямо я сделаю как всегда разборочку данному инструменту винты к сожалению очень глубоко я не вижу но по моему 10 торс как обычно точно не скажу а нет по моему все таки крестовая отвертка ладно друзья пойду я за отверткой разберу вскроем посмотрим начинку из чего же сделаны эти девчонки и так народ разобрал я себе чудный девайс вот все построено на транзисторах ну короче инверторного типа я так понимаю импульсный источник питания дроссель конденсаторы и все залито как каким-то не тот черным лаком не то непонятно чем это компаунда плату я уже не хочу откручивать смотреть что там так как у нас есть вольт амперметр вот такой вот вот что могу сказать по проводам провода идут вот это жило два примерно на два с половиной квадрата то есть проводов как бы они зажали если сделать кабель подлиннее на два с половиной квадрата я думаю будет большая потеря на проводах так что может быть я посмотрю на работу с инструмента и в будущем можно даже будет перепаять данные провода найти провод 2 на 4 это будет надежнее намного ну и как бы как бы все собираю данную коробку наверно уже не буду показывать я вам эту коробку как ее соберу она по-любому будет работать так и ничего больше не разбирал и пойдем мы сразу переметнемся в гараж попробуем вот именно этим гайковертом на 1300 все-таки рубануть шрузную гайку и посмотреть что нам выдаст амперметр под нагрузкой так народ завела нас чудо агрегат подключил гайковерт головка три четвертые дюйма на 32 шанс закрутим и одновременно посмотрим на ток потом будем откручивать итак поехали поехали как мы видим в среднем ток показал 61 там шину в среднем 60 ампер так переключаем на откручивание и смотрим и пробуем открутить в принципе то же самое что на закручивание что на откручивание то есть конечно же мотор крутит с одинаковой силой только передет переброска полярности то есть у нас в среднем 60 ампер заявлено 55 почему так непонятно ну есть конечно большое сомнение что это показатели правильные надо бы конечно по большому счету подключить амперметрик все это дело промерить но нам важен результат что этот ящик работает инструмент работает чем более такой серьезный инструмент как данный гайковерт поэтому заключение классная вещь должна быть у каждого в хозяйстве на этом друзья все будем с вами прощаться ссылочку как как обычно я дам в описании к видео на эту вот чудо коробку на этот блок питания поэтому переходите смотрите ценник для белорусов сразу скажу ценник негуманный на сам аппарат ценник гуманный там что-то в районе 47 долларов а доставка блин 53 бакса поэтому заказывайте либо как-то через россию через друзей либо я не знаю как ну мне прислали для обзора на этом друзья все всем огромного здоровья подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео инструмент потихонечку идет и впереди нас ждет еще много интересных видео обзоров все всем пока до новых видео желаю чтобы все